Ушистого всем дня. Это Тая и новости по игре Икар. Обновление 16 недели. И в жар, и в холод. Пролетела еще одна неделя и нам представляют новую миссию, которая перенесет нас в палящую пустыню, чтобы противостоять новой угрозе. Сейчас, когда мы близки к тому, что хотели видеть в самом начале нашего пути, мы можем детальнее заниматься улучшением дизайна и добавлением нового контента. Одна из наиболее любопытных областей — добавление опасных, а позже инопланетных существ, дающих новые вызовы и испытания. Это станет отличной основой осмыслений или изменению заключительного левела технологий. А возможно, он уже и не будет заключительным. Это был Дин Хоу, исполнительный директор студии. Точно? Точно. Окей. Стерегайтесь. Скорпионы. Наш новый враг на Икаре — Скорпион. Существо, злобно защищающее свое логово с ядовитым колючим хвостом и острыми клешнями, которые опасны даже для самых подготовленных игроков. На этой неделе добавлены увеличенные и морфированные паукообразные. Это шаг к более интересному поведению животных. Миссия на этой неделе посвящена тому, как они могли случайно оказаться на поверхности. Да-да-да. Комментарий Шона Эллиотта. Гейм-дизайнера. Так что будьте осторожны и смотрите, куда шагаете. Познакомит нас с этими опасными созданиями новая миссия. Консилмент Рекавери. Оператор Сенатай. Биом пустыня. Предыстория. Сенатай проводит тщательно охраняемый эксперимент относительно потенциальных экзотических мутаций. Он даже может быть признан неэтичным, если будет предан огласке. Найдите блоки с биологическим содержимым и уничтожьте улики. Условия. Фиксированная плата. Вопросы безопасности и выживания полностью возлагаются на подрядчика. Новая миссия Консилмент Рекавери познакомит старателей со Скорпионами. Наградой за этот новый риск будет вознаграждение в 400 единиц валюты. Поэтому вам решать, соответствует ли риск потенциальной добычи. Система температуры. В обновлении и в жар и в холод решено внести ряд улучшений в систему температур, которая стала гораздо более динамичной и лучше отвечает на решения игрока. Броня, которую вы носите, и пища, которую вы употребляете, будут напрямую влиять на температуру тела вашего персонажа, а не просто на устойчивость к внешней температуре. Будут добавлены улучшения качества жизни, связанные с расходными материалами. Например, новый рецепт изготовления воды со льдом путем простого сочетания льда и термоса. Этот напиток повышает сопротивление теплу на 10% в течение 600 секунд и требует очень много льда для создания. Такой баф и такие затраты. Пока что он малоэффективен. А также, теперь выходя из водоема, персонаж в течение 30 секунд будет мокрым. Чтобы мы не расслаблялись, разработчики скорректировали температурные кривые биомов. Также соотнесли тепловые дебафы высоких температур с низкими, добавили перегрев и гипертермию, которая в патчноуте почему-то названа солнечным ударом. Теперь, как никогда ранее, от вашего выбора в наиболее экстремальных областях Икара будет зависеть, что вас ждет впереди – процветание или гибель. Обновление пользовательского интерфейса Разработчики приняли к сведению множество предложений по улучшению пользовательского интерфейса от сообщества, чтобы сделать игровую механику Икара более понятной новым игрокам. Хотя и опытным старателям это тоже будет полезно. Сделали более понятным отображение, активно ли дерево соло талантов или нет – оно деактивируется всякий раз, когда вы играете в группе. Но вы все еще можете распределять свои очки талантов и взаимодействовать с ними. Корректная эта индикация отображается только у клиентов из Искания, когда они подключаются к игре. Обозначается, что их соло таланты становятся неактивными. А для хоста все по-прежнему. Странная индикация. Добавили метки, чтобы понимать, кому принадлежит каждый челнок. Улучшили описания, связанные с перерождением, использованием кроватей в качестве точек воскрешения, восстановлением снаряжения и штрафами за смерть. А также добавили ссылку на почтноут в главное меню. Возможно, это небольшие улучшения, но они действительно могут быть полезны новым игрокам. Поэтому разработчики благодарны старателям за отзывы. В ближайшее время нас также ждут изменения в таймерах миссий. Счетчики — это важный механизм, оказывающий давление и улучшающий ваш опыт выживания. Но была очевидна необходимость несения в них изменений. Мы изучали, как именно это сделать, чтобы стало лучше. Еще один комментарий от Дина Холла — SEO Rocketworks. Создатели игры работают над изменениями в таймере высадки, чтобы сбалансировать и карт для всех игроков. Сейчас у таймеров заданий четкое соответствие реальному времени. Когда вы начинаете свой квест, счетчик времени продолжает идти независимо от того, в игре вы или вышли из нее. Наличие у миссии привязки к реальному времени необходимо, чтобы периодически удалять данные из серверов, ведь хранить их вечно невозможно. Система когда-нибудь даст сбой. Однако хранить эти данные можно достаточно долго. И это может быть не связано, напрямую с длительностью таймера миссии. Возможно разделение этих двух счетчиков. Планируется добавление, например, общего лимита реального времени, довольно щедрого, допустим, 90 дней, после которого прогресс может быть удален, и отдельного внутриигрового таймера, который отвечает целям дизайна игры и может быть изменен для каждой миссии. Иными словами, один будет идти, когда вы в игре, второй будет соответствовать довольно большому реальному времени. Кроме того, разработчики изучают способы, как добавить механику страхования жизни в качестве элемента геймплея, поскольку от сообщества поступили отличные предложения о том, как это реализовать интересным способом. Мы точно не знаем, о каком именно предложении идет речь, но чаще всего в обсуждениях звучали два варианта. Первый – покупка страховки для миссии самостоятельно за валюту или экзотику. Возможно, вы покупаете ее до начала отправки для той миссии, для которой захотите. Или, если персонаж остался на планете по истечении таймера, вы покупаете его спасение. Второй – прохождение спасательной миссии другим персонажам. Чувствительная ко времени миссия с тяжелой погодой и высокой сложностью казалась бы справедливой в таком контексте. Например, один из ваших старателей мог пропустить возвращение на станцию, после чего фракция, ответственная за миссию. Предлагает провести спасательную операцию для возвращения утраченного старателя с помощью другого персонажа. С описательной частью на этом все. Переходим к патчноуту. Добавлена новая миссия – Concealment Recovery. Добавлено новое существо – Скорпион. Это создание может наносить удары клешнями, как одной, так и двумя одновременно, а также хвостом. Во время удара хвостом он отравляет вас. Его яд очень опасный. Он сразу второго уровня. Он наносит урон от 7 до 12 единиц. Для сравнения, яд червей действует 20 секунд и наносит 3-4 единицы. Добавлены новые дебафы. Перегрев и гипертермия. Баланс температурных изменений. Изменены температурные кривые биомов. Изменен принцип работы сопротивления температурам. Переработка и перебаланс сопротивления персонажей холоду и теплу. Добавлена концепция изоляции брони. Это относится к броне высокого уровня. Обновлен пользовательский интерфейс для отображения изменений температуры. Перебалансированы значения сопротивления брони. Скорость изменения внутренней температуры персонажа переработана. Обновлен баф «Тепло», «Хорошо» для отображения новых сопротивлений. Модификатор влажности теперь сохраняется при выходе из воды в течение 30 дополнительных секунд, пока игрок высыхает. Игрок теперь не может быть полностью устойчивым к температуре в небезопасных локациях. Добавлена охлаждающая повязка, которая борется с перегревом. Добавлен рецепт термоса с ледяной водой. Изготавливается в меню персонажа, который дает гораздо более длительный баф охлаждения. Увеличено получение кофе, чая, какао, дикого чая за выращенные и собранные растения и уменьшены требования к ингредиентам рецептов соответствующих напитков в зависимости от их распространенности в мире. Добавлена возможность экипировать фонарик световой слот. Это просто замечательно. Но когда вы берете в руки инструмент и начинаете работать, луч фонарика начинает двигаться вместе с вами, и это не очень удобно. А также свет фонаря может перекрываться другими предметами. Добавление чисто для галочки. Добавлена ссылка на почтноуты в главное меню. В описании челнока добавлена информация о его принадлежности. Базы в пещерах теперь не уничтожаются, когда игрок их покидает. Исправлено сканирование радара, которое не отображалось на карте, если вы присоединялись к чужим миссиям. Исправлены некоторые субтитры диалогов. Исправлен лук из пещерного червя, для ремонта которого требовалась чешуя с песчаного босса. Теперь требуется чешуя пещерного червя. Исправлено копье из песчаного червя, титановый и платиновый молоток, у которых были указаны неверные ресурсы для ремонта. Улучшен визуал экстрактора. Так выглядит установленный вариант. А так в переносном состоянии. Улучшены эффекты дыма от контейнера в миссиях, чтобы их было лучше видно с дальнего расстояния, что дает игрокам тактическое преимущество при разведке на высоте для поиска и выполнения задач. Исправлена дыра в местности в миссии «Водопад-экспедиция» в Преречье. Улучшена текстура постели. Улучшена отрисовка горных пород вокруг экзотических месторождений. Улучшены коллизии пола в пещере, используемой в миссии «Пробежка по пустошам». Исправлена проблема, при которой прокладчик водяных труб помещался в инвентарь, а не на горячую панель при извлечении его из ящика с припасами. Улучшена визуализация освещения у фонарика. Обновлено описание у дерева соло талантов, чтобы лучше обозначать состояние, в котором оно находится, работает оно или нет. Обновлено описание всех кроватей, чтобы лучше объяснить их использование и особенности. Для лучшего понимания исправлено описание у разных вариантов перерождения. Хрустящий бекон теперь можно приготовить в печи буржуйки. Исправлена ошибка, из-за которой стрелы оруда неправильно располагались в луке. Исправлена ошибка, из-за которой текст на таймере миссии перекрывался, когда он был критически низким. Изменено описание миссии «Ватерпасс» для лучшего соответствия правильным целям. А знаете, что подразумевает это изменение? Что из описания удалили фразу про центральный блок восходящих линий связи для передачи данных на орбиту. Миссия не работает уже две недели, а они бантики для красоты вяжут. Ведь прохождение миссии по-прежнему невозможно. После того, как вы достаете оборудование из контейнера, выполнение цели не отмечается, и дальнейшее прохождение миссии невозможно. Сделана более заметной кнопка удаления постоянной базы. Искусственный интеллект, прикрепленный к определенной территории, теперь будет восстанавливать свое здоровье при возвращении в эту область. Исправлен баф «Тепло-хорошо», который становится постоянным после того, как игрок выключает источник отопления. Изменения о которых напомнил один из пользователей и которые не были добавлены в пачноут сразу. Гитропонные грядки теперь потребляют только 15 воды, вместо 100, как было раньше. У композитных паст теперь новая иконка. Сейчас они выглядят как термопаста. Исчезли невидимые стены возле входа в большую пещеру со стороны пустыни в квадрате Е11. Пачноуте этого не было, но мы заметили, что изменилась механика атаки у медведей. Раньше в сражении с ним можно было уклоняться. Теперь такой маневр невозможен. Танцы с медведями окончены. На этой неделе мы увидели достаточно большое обновление. Новое существо, новая миссия, изменение системы температур, обновление пользовательского интерфейса и исправление различных ошибок. Такие новости. Это была Тая. Лайк, подписка и звон в колоколец всегда остаются на ваше усмотрение. Удачных вам миссий, старатели!